Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую. И сегодня продолжим разговор о таком продукте домашней биотехнологии, как уксус или напиток на основе чайного гриба. В некоторых случаях этот напиток, к сожалению, может не получиться. Сегодня мы поговорим о причинах, почему не получился уксус и как исправить ситуацию. Первая причина, по которой уксус может не получиться, это плотная укупорка банки, емкости и недоступ кислорода, отсутствие нормального доступа кислорода к зоне нарастания уксусной матки. Уксусная матка дышит, так же, как и мы с вами. Ей нужен кислород, и без кислорода она просто погибает, а уксусно-кислые бактерии не развиваются. Признаком этой причины является хорошее, мощное спиртовое брожение и отсутствие уксусного брожения, несмотря на то, что вы даже заселили туда уксусную матку. Вторая причина, почему может не начаться ни брожение, ни образование уксуса, это недостаточное содержание сахаров в вашем вот этом субстрате, что вы используете, ну, например, в фруктовом соке. Такой проблемой зачастую характеризуется, например, калина или другие такие, ну, не слишком уж сахаристые фрукты. В этом случае нужно добавить либо некоторое количество сахара, чтобы повысить сахаристость, либо этилового спирта для того, чтобы активизировать уксусное брожение. Но уксусное брожение в этом случае будет продолжаться ровно столько, сколько здесь будет этилового спирта или сколько вы его сюда будете подливать. Сам этиловый спирт, ввиду отсутствия достаточного количества сахаров, образовываться здесь не будет. Поэтому вы получите уксус, получившийся из этилового спирта, ну, смешанный с вашим фруктовым соком или каким-то еще субстратом. Следующей причиной является, напротив, избыточная сахаристость. Избыточная сахаристость может законсервировать вам вот эту систему этого чайного гриба или уксусной матки, и она тоже не будет там развиваться. Вы, может быть, добавите слишком много меда или слишком много сахара в чайный гриб, или щедрой рукой сыпанете там в сок для того, чтобы усилить крепость этого уксуса, и брожение пропросту прекратится. В этом случае тоже есть выход. Разбавьте новой порцией несладкого сока или просто водой. Следующая проблема, с которой вы можете столкнуться, это дубильные вещества, содержащиеся в ягодах. Некоторые ягоды, такие как калина, такие как черноплодная рябина, красная рябина, содержат значительное количество дубильных веществ. Дубильные вещества, кроме всего прочего, и обладают некоторым антисептическим воздействием, и могут сдерживать, а то и полностью прекращая здесь, развитие вот этой полезной микрофлоры. Выходом здесь является, как и в предыдущем случае, разбавление соком, например, который не содержит дубильных веществ, или же просто кипяченой водой. Ничего страшного. Ну и кроме того, когда вы смешиваете разные соки, например, яблочные и из черноплодной рябины, ну не передозируйте эту черноплодную рябину, добавляйте ее по чуть-чуть. Следующей причиной, по которой может не получиться уксус, она связана с предыдущей, это наличие бензойной кислоты и ее солей, бензатов. Это известные консерванты, которые в первую очередь подавляют развитие дрожжевой микрофлоры, которые находятся в симбиозе, в такой тесной связке и взаимодействии с уксусно-кислыми бактериями и, собственно, и формируют тело уксусной матки и особенно чайного гриба. Следующей стадии эволюции и развития уксусной матки. Если ваш субстрат содержит значительное количество бензойной кислоты, то брожение здесь прекратится. В каких случаях может здесь оказаться много бензойной кислоты? Разумеется, если сюда добавляются ягоды, которые ее содержат значительное количество, это в первую очередь клюква и брусника. Остерегайтесь высоких концентраций здесь сока этих ягод или мезги, шкурок даже, оно же может настаиваться все на мезге, на шкурках. Добавляйте эти соки или перетертое пюре умеренно в яблочный, ну, например, яблочный сок, в любой сок, для того, чтобы не передозировать количество бензойной кислоты. Нормальное соотношение клюквы, например, и яблочного сока – это 1 к 10, не больше. Немногие знают, однако же, даже если вы берете только яблочный сок, особенность не совсем здоровых яблонь, в этом случае ваш уксус тоже может не получиться. Это связано с тем, что один из возбудителей опаснейшей болезни яблонь, а именно черного такого европейского рака, который вызывается не бактериями, а опасными грибами, грибной такой рак, плодовых рак, в частности, яблони, груши, они вызывают накопление в яблоках, которые прямо на яблони висят, бензойной кислоты. Причем при высокой степени поражения этим раком яблонь и груш, например, если вы также используете грушовый сок для приготовления уксуса, может достигать концентрация бензойной кислоты таких величин, которые будут препятствовать нормальному развитию здесь полезной микрофлоры. Ну, из более простых причин это может быть, например, неподходящая температура, слишком низкая. Уксусно-кислые бактерии хорошо развиваются при температуре 18-22 градуса. При этой же температуре достаточно хорошо идет и спиртовое брожение сахаров, обуславливаемое дрожжами, которые входят в состав и уксусной матки, и, главным образом, чайного гриба. Поэтому соблюдайте режимы брожения. Не охлаждайте ваш уксус раньше времени, до того, как он приготовится. Остерегайтесь попадания сюда прямых солнечных лучей. Несмотря на то, что пройдя через оконное стекло и через стекло банки, ультрафиолета здесь уже не будет никакого, но все-таки это жители темноты, и они предпочитают находиться в темноте. В этом случае вы действительно получите очень хороший и очень полезный продукт. Задавайте свои вопросы на эту тему, и я буду рад, если вы научитесь или усовершенствуете свой путь приготовления домашнего уксуса, такого полезного продукта домашней биотехнологии. Желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. До новых встреч!